Обмен космическим опытом представители региональных инновационно-космических кластеров Украины делились накопленными знаниями и стратегиями в Одессе. В повестке обсуждение развития ракетно-космической отрасли в нашей стране, а также состояние предприятий, которые создают ракеты-носители, космические аппараты, системы управления ориентацией и траекторных измерений. Украина является космическим государством, но не только в понимании того, что она является производителем ракетно-сиев, а также супутников. Найбільши рынки в мире, которые касаются использования дистанционного зондувания Земли, информации, которая получается из космоса, использование орбитальных средств связи и навигации, Это все велетенские рынки, и как Украина, так и Одесса традиционно присутствует на этих рынках уже протягом 40-50 лет. Не можно забывать про то, что именно здесь, в Одессе и на Одессе, были проведены технологии. Еще в Радьянском Союзе супутниковой телекоммуникации обеспечивался Одессским научно-исследовательским институтом. Пока в Украине действует пять космических кластеров. В их число входят Днепровский, Полесье, Слобожанщина и Причерноморский. Каждый из них работает по своей специализации, в их числе спутника и ракетостроения, мехатроника и обработка данных из космоса. По словам специалистов, именно создание всеукраинского объединения инновационно-космических кластеров позволит адаптировать сферу к новым технологиям и повысит результативность в производстве оборудования для изучения космоса. С певденным, Причерноморским кластером ми неодноразово звертались за допомогою щодо питань, повязаних з посухою. Ви знаєте, два роки поспіль на Одещині була посуха. Як змінюється клімат, питання екології, несанкціонованих сміттєзвалищ. Ну а з 1 січня, ви знаєте, вступив в силу закон України про національний спротив, то питання територіальної оборони зараз теж є доволі актуальними. Причерноморский кластер буде використована для органів виконавчої влади, місцевого самоврядування з тим, щоб убезпечити всілякі ризики і створювати економічне підґрунтя і поле для інвестицій. Отмечу, в сентябре прошлого року правительство одобрило государственну космическую програму України до 2025 року. На развитие космической сферы в Україні в следующие три года готовы потратить 40 млрд гривен, из них более 16 млрд бюджетные средства. В ближайшие несколько лет, по словам представителей украинских кластеров, Украина планирует строить космические системы наблюдения Земли и их составляющие и внедрять космические технологии на рынке услуг. Утверждение космической программы дает возможность уже в рамках тех планов, которые есть у космического агентства, у предприятий, которые как раз работают в космической отрасли, и выполняют эти задания, которые сейчас есть. Бессловно, наша задача также стать членом Европейского космического агентства, быть доступным до тех грантов, того финансирования, которые есть, а у них достаточно большое финансирование. Бессловно, стоит задача перед правительством максимально увеличивать финансирование, но здесь финансирование будет выделяться в рамках технико-экономического обоснования, какую пользу приносит стране.